Накануне Айбек Джунушалиев покинул пост мэра Бишкека. Взамен его был назначен Эмильбек Абдекадыров. Отметим, что Эмильбек Абдекадыров уже 22-й по счету градоначальник за всю историю независимости Кыргызстана. А его предшественник Айбек Джунушалиев пробыл на посту мэра столицы всего полгода. И у многих жителей возникали нарекания по его работе. Очередная смена градоначальника бишкекчан не то чтобы обрадовала, но надежда, как говорится, снова зародилась. Что человек, вновь назначенный будет хозяйственником, услышит чаяние горожан. Трудовую деятельность Абдекадыров начал плотником Фрунзе Энергостроя. Работал слесарем-сантехником. С 1990 по 2004 годы трижды избирался депутатом бишкекского горки Ниша. Но в последние годы ушел в сектор коммерческого строительства. По данным Минюста, сейчас является учредителем и руководителем двух стройкомпаний. Отзывы о новом мэре, как о человеке-трудоголике. Но познакомить горожан с новым градоначальником, его планами по развитию города и решениям главных городских проблем у нашей съемочной группы сегодня не вышло. Взять интервью у нового мэра Эмельбека Абдекадырова у нас не получилось. В пресс-службе мэрии сослались на большую занятость Абдекадырова. Там отметили, что на следующей неделе планируется брифинг нового главы муниципалитета, где он расскажет о направлениях своей работы. Чтобы Абдекадырову заранее понять, чего от него ждут бишкекчане, ему лучше послушать их самих. Как оказалось, большинство горожан ждут от нового мэра улучшения условий в общественном транспорте, чистоты улиц и улучшения экологии в городе. Я надеюсь, новый мэр решит вопрос с передвижением троллейбусов, автобусов. Например, троллейбус, автобус 11 сомов, а маршрутки 15. Но после 9 они уже говорят 20. То есть не можем отказать, потому что, я не знаю, говорят, бензин дорогой или еще что-то. Я надеюсь, что в очень быстром времени мэр решит все эти вопросы. Мусорный полигон, говорят. Мусорный полигон. Каждый мэр обещает, говорят, выделяет деньги. Мусорного полигона нет до сих пор. Весь дым. В общем, город очень грязный. И муниципального транспорта нет. Поэтому озеленение города надо. Чистоту, порядок наводить надо просто. Работать надо мэру. Каждый мэр обещает, обещает. Приходит, уходит и все. А все остается. Город для горожан, не для автомобилей. Тротуары как минимум нормальные, чтобы сделали озеленение. А то скоро пустыня будет. Опять, чтобы вдоль тротуаров высадили нормальные деревья, которые давали бы тень в засушливые наши годы. Транспорт не мешал, а бы нормальный, цивилизованный, как за рубежом, с кондиционерами. Чистый. А то заходишь, как, не знаю, помойка какая-то в транспорте в нашем. Весь убитый, ущербный, поломанный. За что цены подняли, не знаю. Отметим, что с октября 2020 года в столице сменилось шесть городоначальников. Эмильбек Абдекадыров седьмой. Не говоря уже о тех, кто после октябрьских событий сам себя назначал мэром. Были даже те, кто исполнил свои обязанности всего один-два дня. Среди таких Джошбек Коеналиев, Мерлан Бакитаев. А потом вернулся Суракматов. Но ненадолго. 20 октября его сменил Нариман Тюлеев, который был на тот момент вице-мэром и автоматически стал ИО. Но 22 октября ИО он ушел с поста главы муниципалитета, уступив место вице-мэру Алмазу Бакитаеву, который, как заявил Тюлеев, два года ответственно работал в мэрии и сможет доработать до перевыборов БГК. Но 27 октября на пост ИО мэра был назначен Балбак Тулубаев. Именно при нем и начались разговоры о повышении стоимости проезда в маршрутках до 15 сомов. В январе 2021 года случились первые забастовки маршруточников. Тулубаев проработал 100 дней и запомнился активным продвижением идеи о создании монорельса в Бишкеке. 9 февраля коллективы мэрии Бишкека представили нового ИО градоначальника Эрмека Нургазеева. Но в тот же день президент Садыр Джапаров заявил, что считает невозможным назначение скандальной личности на пост главы Бишкека, так как в биографии Нургазеева имелись факты хулиганства и имущественных споров. На следующий день, 10 февраля, премьер-министр Улубек Марипов сделал градоначальником Бактебека Кудайбергенова, которого также в день назначения встречали акциями протеста. 2 августа прошлого года Кудайбергенов стал управляющий делами президента. Следующие 10 дней в мэрии Бишкека руководил мэр Аша Талайбек Сарабашев. 12 августа исполняющий обязанности мэра Бишкека был назначен Айбек Джунушалеев, а 26-го был официально избран на этот пост. За полгода его работы главное, что произошло, это подорожание проезда общественного транспорта. С приближением осенне-зимнего периода Бишкек снова стал возглавлять первые строчки рейтингов самых грязных городов. Но никаких мер не предпринималось ни в вопросе экотранспорта, ни перехода отопительных станций на более экологичные энергоресурсы. Всё, что успел сделать Джунушалеев как мэр, это селфи-отражение в большой луже на улице одного из жилмассивов. А вот принять программу развития города он так и не сумел. Елисей Кирпиченко, Ирлан Кемельбеков, НТС.